Добрый день! Я хочу поговорить о центральном месте программы «Учитель 21 века». И для меня большая честь занимать должность руководителя проекта «Учитель 21 века». Я являюсь руководителем научного комитета. И я бы хотел поблагодарить организаторов комитета за привлечение такого большого количества ученых и за то, что они собрали всех нас за такую программу, которая нас ожидает в ближайшие дни. Особо благодарю хочу выразить декану Айдару Калимулину и профессору Розе Алексеевне Валеевой. Должно быть, вы знаете, что Роза Алексеевна стала вчера бабушкой. Давайте ее поздравим. Мои поздравления ей и ее сыну и ее невестке. Я с нетерпением жду, когда я увижу вашу внучку. Это прекрасная новость. Но я также должен поздравить их за осуществление этого проекта и за создание международной среды для обучения преподавателя 21 века на несколько следующих лет. Для меня особая честь выступить первым, хотя я и не ректор. Я в качестве заголовка своего доклада выбрал тему важности подготовки учителя 21 века, некоторые уроки, извлеченные из исследований, и задачи, которые ставят перед подготовкой учителей и перед исследованиями в этой области. Я вкратце расскажу, о чем я буду говорить в ближайшие 20 минут. Возможно, вы уже знаете, но я еще раз хочу повторить. В первую очередь, как мы воспринимаем процесс подготовки учителей? Я хочу осветить возможности и задачи для подготовки учителей, и это всегда касается вопроса глобализации и изменяющегося мира, в котором мы живем. Исходя из своих собственных исследований, я бы хотел провести определенную парадигму моделей учителя, потому что некоторые аспекты того, как мы готовим учителей и поддерживаем их. Дальше я буду говорить о роли высшего образования, особенно о том, как университеты могут поддерживать подготовку учителей, процесс подготовки учителей, потому что это важный элемент. Из всего этого мы приходим к выводу о том, как создать связь между исследованием, политикой и практическими навыками подготовки. Поэтому давайте начнем с того, как объединить преподавание и процесс подготовки учителей. И, исходя из предположений, мы должны начать с анализа того, что является подготовкой учителей. И мы должны знать процессы изнутри. И подготовка учителей создаёт предпосылки на будущее. И если, скажем, пришельцы с Марса попадут на нашу Землю, в Россию, в Австралию или в Англию, самым быстрым способом выяснить о том, что происходит в обществе, будет посмотреть на процесс подготовки учителей, которые есть в данной стране. Какова структура? Какие ценности представлены, что изучают будущие учителя для того, чтобы дальше продолжать обучать школьников в их стране? Ректор говорил о том, какие проблемы мы видим в области подготовки учителей. И это важная роль в любом обществе. Второй вопрос – это для того, чтобы сделать процесс подготовки учителей значимой, мы должны посмотреть на историю развития системы, что связывает культуру и общество, и как она связана с политической системой и с политическими процессами, происходящими в обществе. И если мы полагаем, что мы живем в демократическом обществе, мы надеемся на то, что внутри подготовки процесса подготовки учителей также будут проходить демократические процессы. Мы должны принимать в участие социальные и культурные изменения в стране. Например, в Англии и в Шотландии мы наблюдаем различия, и эти различия объясняют, каковы культурные положения, какова история этих двух стран. И третий вопрос – мы должны посмотреть на взаимосвязь исследований, политики и практики. Эта диаграмма показывает, что эти взаимосвязи очень тесные, исследования следуют политике, политика осуществляется на практике, и практика порождает следующие исследования. Иногда посредить связь достаточно сложно, но оно интереснее, потому что оно очень продуктивное. И исходя из трех предпосылок, мы можем понять, что такое подготовка учителей, и мы можем понять, что происходит в области образования по всему миру. Я говорила уже в своей прошлой визите в Казань, о книге «Финские уроки» говорит, что такое глобальное реформа образования или движение реформы. Он определяет стандарты, которые влияют на политику образования во многих странах. И вот пять ключевых элементов, которые включают глобальную образовательную реформу – это стандартизация, сосредоточенность на ключевых предметах, это программа образования, это перенос моделей, и это политика стабильности. И последнее, я думаю, видится нам, сильно представлено в Англии, поскольку у нас выработана система оценивания, и это вопросы, которые мы должны всегда принимать в внимание, и это приводит к тому, что образование можно оценить и измерить по сравнению с другими странами. Но в Финляндии, которая считается страной с успешной образовательной системой, эти моменты не так широко освещаются, как в других странах. Здесь возникает некоторый парадокс. И что происходит в образовании, мы должны помнить, что существуют многие другие направления в глобальном обществе. и таким образом могут повлиять на работу преподавателей, которые обучают их. К примеру, мы видим не только увеличивающуюся мобильность и миграцию во многих частях мира, но мы видим увеличивающуюся мобильность. А мы видим, к сожалению, растущие конфликты и напряженность во многих частях мира, разрушение. Люди не могут ладить друг с другом без войны и без убийств друг к другу и без разрушения общества. Мы видим постоянное растущее неравенство и разрыв, несмотря на богатство и очень большое количество богатых людей в некоторых частях мира. Мы видим людей, которые не имеют достаточно еды или даже жилья от того, чтобы вести нормальную жизнь, адекватную жизнь. Мы видим все растущие отобочные проблемы окружающей среды, например, как изменение климата и глобальное потепление. И устойчивое развитие сохранения экологии также должны заботить преподаватели и те, кто их готовит. Положительный тренд, мы видим поступ к современным технологиям, которые улучшают коммуникацию по всем мире и, соответственно, способствуют образовательному процессу. Мы также видим признание важности знания как некой формой капитала и образование становится центральным значением экономики и ее структурирование. Иногда это, конечно, хорошая тенденция, иногда не настолько хорошая, то есть не приносит таких хороших результатов. И мы также видим важность науки, инновации и творчества, креативности. это в общем-то служит неким намеком, почему на какую большую роль играет университет подготовки преподавателей, поскольку если университет это одна один из главных факторов, это один из центров творчества, инноваций и науки. Мир меняется во многих отношениях, но эти изменения не всегда предсказуемы. К примеру, вы знаете наверное этого человека Дэвид Кэмерон, он был премьер-министром Великобритании, и он ведет нас сомневающимся, потому что он ведет нас к референдуму пару лет назад относительно стал вопрос о нашем членстве в Евросоюзе. Давайте будем вместе. И многие думали, что будем все вместе выступать едином фронтом. Думали сначала, что уйти из... В общем-то, референдум решился не в его пользу, и увидим очень странный, очень беспокоящий процесс, который мы называем Брексит. и Британия пытается выйти из состава Евросоюза. Кто знает, почему, никто не знает, почему. Есть непредсказуемые факторы по всему миру, и на другой стороне Атлантики мы видим выборы опять-таки пошли по совершенно другому сценарию, и Трамп стал президентом, который, я знаю, что именно сегодня у него состоится телефон-разговор с вашим президентом, с господином Путином. По крайней мере, есть стабильность в руководстве стран, и нет такого уровня непредсказуемости с точки зрения политических отношений по сравнению с другими частями мира. Есть определенный намек и вывод о том, насколько мы должны понимать, что происходит, все эти непредсказуемые моменты, которые происходят, в том числе и педагогическое образование. Во многих случаях некоторые случаи, они неопределенные и непредсказуемые, и, соответственно, мы не можем знать, в какой ситуации в какой среде будут воспитываться наши дети, и тем более внуки, и дети наших детей. Порядка семи лет назад, когда работал в Шотландии, я руководил командой, перед которым была поставлена задача правительства Шотландии провести анализ литературы по педагогическому образованию в 21 веке. В этом анализе мы рассмотрели порядка более 200 различных источников, и мы определили четыре основных взгляда на то, каким может быть человеком, какую роль может играть учитель, и каким он может быть в этой работе. И мы назвали эти четыре парадигмы педагогического образования. Мы назвали эффективный учитель, думающий учитель, ищущий подливый учитель и трансформирующий учитель. И мы распределили по некому спектру, диапазону соответствующие модели подготовки учителей и расширили более сложный, то есть от самого простого к более сложной модели учителя. Я бы хотел поговорить об этих моделях учителя. Первая модель. Эффективный учитель. Я думаю, что следует сказать, и это будет правдой, что Джерм, это модель Солсберга, которая помогает улучшать политику образования. Модель эффективного учителя, она пока доминирует. Она делает акцент на техническое выполнение и измеряемость преподавателей и преподавания. Это модель с точки зрения ответственности и показателей эффективности. И она очень хорошо соотносится с международным учебным планом, с его содержанием, с международной оценкой и то, что было соотносится с ранними этапами обучения, школьного обучения. То есть, соответственно, он будет передавать те знания, которые он считает важными, те навыки, которые он считает актуальны и важны. выходя за рамки этой модели, у нас есть думающий учитель. Когда мы предложили, что есть философские корни этой модели, лежат в модели Джона Дзюи, также можно предложить работы Льва Выгодского, его подходы, поскольку он помогал учителям помогать связи между мышлением и языком и развитием этих навыков мышления и языкового коммуникации. В центре этой модели рефлексивного учителя это цитилический подход к планированию и предвидению сбора данных, анализа их оценки этих данных и планирование следующих шагов. Учителя думают о том, что они делают и пытаются улучшить эти практики, свои практики через оценку, насколько успешно они работают в классе. Основой этой модели приверженность собственного личного профессионального роста через практику. Ты, учитель, это следующая ступенька, это не просто когда вы пытаетесь разобраться в своем классе, но вы становитесь частью более групп, большой коммуны сообщества, когда вы системно и более глубоко проникаете в принципы и основы педагогической работы, и учитель становится исследователем. Это термин, который был принят в Великобритании Лоренсом Стэнхаусом в книге 1975 года, когда он говорил, что учитель это исследователь. Он видел это как некую форму развития учебного плана, когда учителя сами берут ответственность за развитие и реализацию учебного плана, его совершенствование. Таким образом, мы переходим на следующий этап и подразумеваем, что учителя становятся частью общественной дискуссии об эффективности этих практиках и развитии педагогического образования. Но есть четвертая финальная модель, которая основана на предыдущих трех моделях. И на самом деле, учитель это агенты, это инициаторы изменений. Они несут ответственность за то, чтобы реализовать какие-то изменения, чтобы отдельно каждый ученик становился лучше и стал активным гражданином своего общества. Но они также могут быть этическими моральными агентами, которые ищут улучшение условий той среды, в которой находятся дети, когда они уже взаимодействуют с системой внешшколной системы. То есть это связано с идеей социальной справедливости, которая набирает обороты. И если верить в эту модель, как я, важно понимать, что учителя открыты говорят о своем убеждении и о ценностях, и что они ответственны за все общество, в котором они живут. Эти четыре модели, эти четыре парадигмы, которые мы определили как некие текущие модели, которые присутствуют в современной научной литературе, мы проводили это исследование для того, чтобы проанализировать педагогическое образование Шотландии, в том числе работали с Грэхом Дональдсом. И когда он опубликовал свой отчет, свою работу, мы обнаружили к своему удовольствию, как он определяет учителей, поскольку он охватил все эти четыре парадигмы, он предлагает, что все эти системы пытливого, эффективного и трансформирующего учителя, они могут соответствовать всем тем сложным, тем, которые есть в системе образования, могут стать главными акторами в формировании и дальнейшем развитии мира образования. Учителя, они приносят изменения, являются инициаторами этих перемен. Но все это необходимо реализовывать на основе очень досконального тщательного анализа и открытых и явных понятных ценностей. Это, в общем-то, то, что я хотел рассказать о той среде, как вы можете определять учителей, вам необходимо, как я перехожу к концу этой части, связать взгляды на педагогическое образование с тем миром, в котором мы живем. Как мы это делаем? Подготовка и поддержка учителей имеют беспрецедентную важность сегодня. Я являюсь вице-президентом и занятосал президентом Британской ассоциации исследований области педобразования, и в 2013 году мы организовали исследования профессии педагога, мы вместе с Крыльевским сообществом гуманитарных наук провели это исследование вместе с ними, и в 2014 году мы опубликовали наш заключительный отсчет этого исследования, которое называется «Исследование и профессия учителя», который служит неким, закладывает основу для самосовершенствования. Мы были очень внимательны к тому, какие есть наработки в педагогическом образовании. Мы задали четыре вопроса. Мы хотели выяснить, что происходит как в Великобритании, так и на международной арене. Мы хотели посмотреть, какие предварительные замечания и выводы можно сделать о важности этих изменений в педобразовании, поскольку многие из нас имеют очень четкие убеждения о том, что эти исследования имеют большое значение в развитии педобразования, но мы хотели также, чтобы эти утверждения также здесь существуют, они были очевидны и стали обстоянием общественности. Не с самого начала, но в течение их работы и это также, как сегодняшняя конференция, показывает, что процесс преподавания и подготовки учителей это неспрерывный процесс, и он всегда осуществляется на практике, только исследования осуществляют на практике. И вы можете загрузить результаты нашего отчета на сайте Бера, но самые важные результаты, которые мы получили, заключаются в следующем. На международном уровне исследовательские школы, которые получают результаты работы образовательных систем, и это исследование проводится наряду с выявленными результатами. Следующее, учителя должны быть вовлечены в исследовательскую практику, это означает, что они должны иметь мотивацию и возможности, а также уверенность в своих исследованиях, и на основе исследовательской практики они могут вступать в систему и продолжать свое самосовершенствование преподавания. Отчет, который мы предоставили, заключает в себе некоторые принципы о преподавании и обучении. Это всегда подразумевает улучшение программы и самосовершенствование, и каждый учитель имеет право работать в образовательных программах. Мы также определяем профессиональную идентификацию практики, и преподаватели всегда ответственны за улучшение грамотности и знаний учителя, должны иметь все возможности для того, чтобы принимать участие в исследованиях. И это модель, которая появилась профессиональная профессиональная и в центре это профессия учителя. Первое это предметы и педагогический опыт, которые уже выявлены и сформулированы. И внизу мы видим грамотность следователей. Это один из ключевых элементов в этой диаграмме. И я еще бы хотел сказать несколько слов о роли высшего образования. говоря о том, что было написано Мартей Нюсбал о гуманитарных предметах образования и высшее образование может помогать создавать мир, где люди относятся друг к другу как к людям. И именно высшее образование должно приводить нас к этому пониманию. И мой коллега написал очень важную книгу в 2013 образование анатомии дисциплины, где он говорит о том, как университеты имеют обязательства максимализации причин получения высшего образования. и это те самые рассуждения о науке и творчестве. Я вначале говорил о необходимости установления связи между исследованиями политикой и практикой. Я предложил три взаимосвязи между исследованием и подготовкой учителей, что такое исследование в области преподавательской деятельности. Также это включает исследование учительской профессии. Это исследование о том, что происходит в этой профессии. И также это исследование связанное с социальными дисциплинами и для того, чтобы лучше понимать, как преподавать и подготавливать учителей. Это те три составляющие, которые составляют важное ключевое звено в подготовке учителей. И подходя к заключениям, я должен еще раз подчеркнуть, что существует два фундаментальных вопроса. Как мы понимаем природу преподавания? И я уже высказывал некоторые соображения. И как мы рассматриваем взаимосвязь между исследованием, политикой и практикой? И когда мы живем в 21 веке, без сомнения, учителям необходимы навыки, которые позволят им проводить синтезы, анализы, и они должны вносить свой вклад в развитие образовательной политики путем профессионального дискурса и развития. Большое спасибо. И я думаю, что это будет предметом нашего обсуждения в ближайшие три дня. И учитель 21 века характеризуется непрерывным образованием. Это важный, существенный момент. Это момент, который добавляет стабильность. профессия учителя очень многогранна, многослойна, и она очень ответственна, и она дает возможность приходить к выводам и понимать все требования к этой профессии. И я надеюсь, что мы будем обсуждать те самые требования, предъявляемые к учителю 21 века. и большое спасибо за ваше внимание. И я надеюсь на очень плодотворную работу на этой конференции. Еще раз большое спасибо. Спасибо.